здравствуйте добро пожаловать на мой канал сегодня вам предлагаю приготовить вот такую красоту пирожные вупи пай или пирожные вау ухты это все об этих пирожных действительно когда их ешь создается впечатление что вот единственная эмоция это ничего себе как вкусно это очень вкусные пирожные советую вам обязательно повторить этот рецепт взрослым очень понравится а дети будут в полном восторге для приготовления таких вкусных половинок на наши пирожные нам понадобится 300 грамм муки пшеничной 60 грамм темного какао это 6 столовых ложек 150 грамм сахара это 10 столовых ложек 2 чайные по 2 полные чайные ложки разрыхлителя это где-то 7 8 грамм 1 3 соли чайной ложки 1 3 2 2 средних яйца они должны быть комнатной температуры и 200 миллилитров молока тоже желательно вытащить за час чтобы она не была сразу с холодильника готовится все очень быстро поэтому сразу разогрейте духовку на 170 градусов вверх-вниз без конвекции без обдува это очень важно сейчас смешиваем все наши сухие ингредиенты муку какао и разрыхлитель перемешиваем и пока отставляем и будем взбивать яйца сейчас нужно разбить в глубокую емкость 2 яйца добавить туда соль весь сахар сразу и взбить где-то в течение трех минут нам не нужно такого супер пышного состояния нужно просто что все ингредиенты хорошо перемешались и немного растворился сахар где-то 4-4 минуты взбивайте сейчас через сито добавляем все сухие ингредиенты можно даже взять венчик и просто перемешать я на медленных оборотах миксера тоже перемешаю вот такое тесто вот текучие плотное у вас должно получиться сейчас берем противень его нужно устелить пергаментом и выдавливать наши печенюшки наши половинки можно поступить двумя способами если у вас есть кондитерский мешок переложить все тесто кондитерский мешок отрезать краешек где-то шириной полтора-два сантиметра и выдавливать вот такие печенюшки или же если у вас нет можно взять пакет плотный срезать краешек если не хоть не хочется вам заморачиваться с кондитерским мешком с пакетом можно вот это тесто поставить на полчаса морозильную камеру в морозилку и она станет более таким еще плотным и брать брать руки смазывать растительным маслом и вручную делать эти печенюшки это тоже очень удобно можно так можно так пробуйте свой вариант для того чтобы пергамент не ездил когда мы будем выкладывать можно взять несколько капель нанести нашего теста и он прикрепиться и не будет ездить вот такие печенюшки у вас должны получиться если вы выкладываете рукой делать их с размером он с грецкий орех такие вот небольшие они еще растут сейчас отправляем в духовку где-то на минут 12-15 без конвекции обязательно и смотрите вот эта закладка подразумевает вот таких два противня одну партию я уже сняла она мне выпекалась 12 минут пробуйте всегда зубочисткой вот я вам сейчас покажу полностью сухая зубочистка не должно быть сырого теста и сейчас закладываем другую партию и отправляем тоже в духовку приблизительно на 12-13 минут для приготовления вот такого ароматного сливочного крема нам понадобится 300 миллилитров жирных сливок это 30 процентов и больше меньше не берите они не взобьются сахарная пудра от 30 до 50 на берите по своему вкусу у меня вот 35 грамм это где-то три с половиной столовой ложки без горки два вас стандартных лайма и желатин и 4 грамма это одна чайная ложка и вода 1 1 к 5 это 20 миллилитров это вот одна столовая ложка такая вот полная сейчас мы желатин отправляем к воде перемешиваем и даем набухнуть где-то минут 15 сейчас берем какую-то глубокую емкость и нужно натереть цедру лайма натирайте аккуратно что попадала во столько зеленая часть чтобы белая попадала иначе будет крем горчить и нужно глубокую обязательно емкость для того чтобы все ароматы и вот масла которые есть в кожице лайма остались на стенках сюда мы будем наливать потом сливки и они уберут полностью вот этот аромат сюда наливаем сливки и вот по стеночкам вот таких тоже перемешиваем все мы вот так перемешали просто лопаткой сейчас нам нужно или в микроволновке или перелить какую-то вот емкость и поставить на огонь нам нужно хорошо прогреть сливки до горячего состояния они не должны закипеть они вас должны быть хорошо горячими до парения до парения сливок сейчас хорошо горячие сливки отправляем желатин перемешиваем до однородности удобнее всего это делать венчиком и сейчас нам нужно процедить через сито если вы оставите внутри вот цедру лайму ваш крем может немножко горчить я этого не хочу поэтому я пропускаю через сито мы на ароматизировали вот наши сливки запах просто потрясающий сейчас сюда отправляем сахарную пудру по вкусу и перемешиваем тоже до однородности можно лопаткой можно венчиком все наш крем почти готов нам сейчас нужно будет просто его взбить до устойчивых пиков но так как у нас масса теплая на и сливки у нас конечно это не получится поэтому сейчас затягиваем пищевой пленкой в контакт и отправляем в холодильник приблизительно 45 часов чтобы масса стала хорошо холодной и тогда взбиваем до устойчивых пиков у меня полу готовый вот крем постояла в холодильнике пять часов он практически уже вот я сейчас его взобью и будет готовый крем выбивать нужно до устойчивых пиков и я каждую половинку вот нашла каждой половинке свою родственную душу то есть подобрала вот половинки по размеру друг другу сейчас взбиваем крем до устойчивых пиков и с помощью кондитерского мешка или с помощью ложки выкладываем на свой вкус на одну половинку сверху накрываем другую выкладываем на какую-то тарелку и желательно дать пирожным готовым уже постоять и вот пропитаться где-то в течение часа в холодильник вот такую вкусняшку мы сегодня приготовили можете как я сверху присыпать сахарной пудрой небольшом количестве пирожные эти очень вкусные съедаются моментально и поверьте все кто вас попробует вас просто вот расцелуют насколько это вкусно поэтому приготовьте и побалуйте своих родных на сегодня у меня все спасибо что смотрели это видео до конца жмите лайк если вам оно понравилось и подписывайтесь на мой канал спасибо вам огромное пока пока